всем огромнейший пламенный привет вы на канале элитка гадалка меня зовут элина и я рада вам на своем канале сегодня у нас продолжение темы которую очень многие просили очень многие агитировали чтобы я по ней записала новое видео и так ваша просьба услышана и сегодня мы с вами разговариваем такой осенний субботний вечер о числовых кодах несколько вопросов накопилось на которые я хочу внести ясность помощью неизменных моих помощников карта ро 78 дверей новый оракул поверь свою магию и старенькая колода мистическая ленорман которая почему-то не попадает в кадр сейчас мы это исправим итак первый вопрос который мне прислали мои уважаемые зрители был такой действительно ли самый лучший код числовой на любые нужды это ваша дата рождения то есть если вы родились допустим 5 мая 88 то для вас самые лучшие цифры будут 505 до 1 9 8 8 то есть все цифры которые содержатся в вашей дате в вашем году рождения вашем месяце рождения вашем дне рождения так давайте смотреть действительно ли это так или же это подходит не всем действительно числа которые содержатся в нашем дне рождения в нашем месяце рождения и в нашем году рождения самые лучшие и рабочие для числовых кодов смотрите выпала четверочка жезла рыцарь пентаклей и шестерка жезлов карта в принципе неплохие что я здесь могу сказать карты хорошие единственное я бы сказала что вот числа на основе даты своего дня рождения до и месяца и года и числа они больше знаете для сбережения удачи для сбережения тех результатов которые вы уже достигли то есть грубо говоря вот эти вот числа они работают как защита того что вам удалось с помощью числовых кодов например получить либо не обязательно с помощью числовых кодов может быть вообще вот у вас что-то получилось к лучшему изменилась ваша ситуация ваша судьба какие-то хорошие у вас события и вот эти числа вы можете нанести на левую руку для того чтобы они как бы для поддержки да то есть для того чтобы так долгое время и оставалось давайте еще посмотрим новым оракулом поверь свою магию кстати у меня есть на канале обзор на него если интересно можете также посмотреть ссылочка будет под видео неплохой оракул достаточно новый для меня но я думаю что что-то полезное мы вместе с вами в нем отыщем так но вот смотрите вот снова вот больше как защита того эта дата идет ваше рождение месяца и года как защита того чтобы сберечь то что есть не приумножить не усилить а просто сохранить то что есть просто сохранить вот как бы создать такой вот круг из того что вас как бы охраняет и оберегает да вот свое пространство вот здесь вот космический корабль но вот ощущение того чтобы сохранить свое защитить от хищника видите здесь вот русалочка с акулой то есть защита от тех кто может посягать а вот для того чтобы не посягал никто на вашу удачу на вашу успешность и все такое не надо особо никогда хвалиться вообще вот самое большое зло которое придумали это конечно инстаграм да когда люди хвалятся ну вот ну кому не зайдешь на люди хвалятся и хвалятся и вот вы не просто не представляете насколько есть люди завистливы могут завидовать на все что угодно я сегодня утром пошла в магазин и на мне были резиновые сапоги зонтик и соответственно пальто у меня непромокаемое с капюшоном и вот женщина как пристала ко мне ой я к вам посчастыла что у вас такие хорошие сапоги и такие хорошие то то есть она просто меня достала своей этой завистью что как вам повезло как вам повезло даже просто на то что я делась по погоде даже на это люди могут завидовать хотя казалось бы купить себе резиновые сапоги и и тебе точно также повезет понимаете то есть мы это посмотрели мы это с вами поняли что только для того чтобы защитить то что есть чтобы не потерять то что есть если у вас хорошее отношение с молодым человеком ставите эту формулу оговаривайте на защиту хорошо следующий вопрос который меня интересует меня интересует вот что у меня есть люди левши на канале нужно ли людям у кого активно левая рука в большей степени кто левши делать формулу на правую руку или же им нужно точно так же как и всем на левую стоит ли левшам наносить любые числовые коды на правую руку что это им принесет будет ли работать так выпала карта туз кубков девятка кубков карта исполнения желания и двойка кубков я думаю что да обратите внимание здесь вот как раз показана работа и левой руки вот она да и здесь человек обратите внимание левша он в левой руке держит кубок кто не обращал на это внимание в общем я думаю да вот этот вот баланс вот это вот гармония то есть левшам все таки подходит на правую сторону носить числовые коды давайте следующий момент спросим есть ли люди на которых числовые коды вообще не действуют вот вообще никак солнце да такие люди есть на них не действуют и в принципе все что связано со здоровьем как вы видите числовые коды не действуют все что касается с людьми которые перепробовали много много всего до до этого до этого тоже не действует то есть такое ощущение что числовые коды хорошо подходит людям молодым либо людям у кого вот такая энергетика детская вот знаете вот это вот молодая душа вот для них подходит если вы перепробовали если вы себя нашпиговали напичкали большим количеством всего и вся не подойдет и здоровье числовыми кодами мы не лечим и такое ощущение что людям которые занимаются рейки я так поняла да то те которые рейки практикуют им тоже числовые коды не подходят я правильно поняла так пожезлов жрец и отшельник совершенно верно то есть дорогие мои если вы практикуете рейки то вам эти коды не подходят вибрации разные вот такой мне ответ дали карты на эти вопросы следующий вопрос вот такой будет можно ли совместить сразу две формулы на один и тот же период да вот например два числовых кода или же нельзя такой вопрос тоже задавался и мне тоже это интересно четверка пентаклей ограничено будет действовать и впустую не надо так делать не надо по два по три не стоит их миксовать ни в коем случае стоит ли код когда вот его действие прошло или вы получили то что хотели писать наоборот то есть например ну допустим код 105 допустим 105 а потом вы пишите 501 для того чтобы его остановить давайте так спрошу к чему приведет написание числового кода наоборот вот так вот спрошу что это даст то ли он усилится то ли он снова но сильнее будет работать на новом уровне то ли ни к чему не приведет то ли к остановке вот давайте посмотрим ага вот смотрите по императрице я так понимаю что можно его наоборот таким образом опять вот если он застоялся простимулировать вот как бы повторно то есть смотрите вы ставите код он у вас работает потом перестает какая-то идти активность тогда вы пишите его наоборот и он снова начинает активно работать да ну потом как бы может снова остановиться да то есть любой код насколько я поняла можно использовать таким образом дважды как минимум да то есть в одну сторону написали его например 105 перестал работать да вы тогда пишите вместо 105 501 то есть наоборот можно ли числовые коды деактивировать водой например с тела или же это не нужно смотрите королева мечей карта которая обычно говорит у меня ответ нет карта которая говорит что не стоит водой их смывать вот смотрите по солнцу по королеве мечей я бы сказала что здесь немножко другие вибрации не стоит смывать водой я думаю что лучше либо дымом либо просто вот на солнце поднести свет солнца вот вот это вот эти вот энергии лампой и заранее договориться что вы будете именно этим деактивировать эту формулу но не вода сейчас прошу еще на этом оракуле поверь свою магию стоит ли деактивировать то есть отключать формулу числовой код водой стоит ли это делать так ну вот смотрите выпала карта которая называется перо называется перо здесь у нас выпала королева мечей которая также со стихией воздуха мне почему то так видится что либо стихия воздуха либо вот смотрите здесь на карте большое изображение свечек смотрите вот свечи вот да и я и тут вокруг тоже внизу стоят свечи я так понимаю что либо солнцем либо светом деактивировать да либо тем что связано с магией воздуха то есть это могут быть перья это может быть веер это может быть маленький вентилятор я вам когда то показывала видео у меня есть такой небольшой то есть я так понимаю они лучше всего для отключения формул сейчас я вам вентилятор покажу секундочку вот он у меня как раз недалеко прошу не смеяться он достаточно такой вот такая штука то есть я так понимаю что она хорошо именно отключает отключает формулу каким то образом хорошо можно ли формулу не отключать чтобы она сама по себе просто вот побыла на человеке и остановилась и все можно ли так к чему это приведет если ее не отключать не останавливать тоже давайте с вами посмотрим я думаю это будет завершающий вопрос пишите ваши новые вопросы по этой теме новые коды которые нужно проверить я с удовольствием запишу такой еще блок вопросов потому что тема очень очень стоящая на самом деле хотя мне писали люди что слушай зачем ты на эту тему записываешь видео это же каждый человек будет сам себе помогать это же он не будет обращаться к мастерам он же не будет приносить свои деньги были такие люди которые мне такое описали поэтому имейте ввиду что многие будут говорить что это чушь неправда потому что многим не выгодно чтобы человек мог помочь себе сам понимаете в чем дело так ну что давайте смотреть можно ли вообще не останавливать что просто сама по себе вот эта числовая формула остановилась можно ли ничего никак ее не выключать так десятка мячей пятерка мячей и пятерка кубков ну вот все равно ощущение что нужно хотя бы вот чем-то теплым проводить да вот по огню по ну вот как бы не обязательно там свечой или спичкой но все-таки зажигалкой все-таки огнем нужно наверное как бы отключать эти формулы я так это вижу и я так понимаю что нужно все-таки убирать чтобы она человека на негатив не начала работать потому что такое есть не только в числовых кодах такое есть и в руннике когда поставишь формулу она работает классно а потом начинает с противоположным эффектом работать то есть на зло на минус поэтому нужно вовремя отключить сейчас я еще спрошу ну вот смотрите выпала карта трон и тут тоже свечи то есть все-таки через огонь вот какое-то время пройдет обычно все такие вещи работают в течение лунного месяца то есть 3 недели это классическое время вот которое любая формула может набрать силу как правило да вот смотрите вот лунный свет то есть свет вот какое-то тепло какое-то свечение не видно вот так вот я думаю что лучше все-таки отключать и включать все формулы активизировать их кто-то кстати воздухом просто вот своим дыханием активизирует можно и так в принципе делать просто вот забыть и ничего никак не отключать я думаю что не стоит все-таки нужно контролировать за всем что мы пробуем что мы ставим на себя и еще я спрашивала по-моему это вопрос ну вот еще все-таки раз спрошу по-моему я его спрашивала уже ну хочу проверить можно ли просто не на руку например да а например на кусок картона или на кусок бумаги будет ли такой амулет числовым кодом работать да то есть не на тело да а на какой-то бумажный носитель например будет ли такой способ работать так же эффективно как и на теле или же вообще не будет работать давайте посмотрим смотрите будет работать но тут нарисовано видите вот она как бы она ли он мужчина по-моему тут как бы рисует на теле да мы видим да но но я это карта восьмерка пятаклей она вообще означает работу то есть да она работать будет но на теле как бы работает более сильно на бумаге такое ощущение что работать будет быстрее но короче короче по времени вот как бы вот не так долгоиграюще я увидела этот ответ именно таким ну сейчас еще посмотрим на оракуле пишите ваши вопросы по числовым кодам пишите ваши какие-то интересные наблюдения я с большим удовольствием почитаю я с большим удовольствием постараюсь ответить если это будет тема интересна у нас целый плейлист по ней у нас уже есть по ней получается сколько два видео ну пока два или еще два но я еще запишу если эта тема наберет много просмотров смотрите я думаю что можно сделать на какой-то бумажный носитель не будет никакого вреда просто нет такой силы как когда то есть чуть-чуть слабей чуть-чуть слабее опять же эту бумагу тоже можно активизировать дыханием да или вот какой-то какой-то стихии нужно активизировать я так понимаю либо в каком-то природном месте но это на меньший период вот эти вот на бумаге числовые коды работают именно по времени но тоже работают на этом я сегодняшнее видео завершаю желаю всем хорошего субботнего настроения предлагайте новые темы для видео предлагайте кстати темы для вот этого замечательного оракула поверь в свою магию может быть какие-то онлайн гадания если вы захотите я тоже на нем запишу ну и конечно мы с вами встретимся очень скоро а именно завтра я планирую дописать видео о колесе года о его временных сроках о младших арканах эта колода очень красивая у многих она также моих зрителей и зрительниц есть такая колода все вы ее хорошо знаете и также планирую записать видео обзор оракула который я все никак не запишу называется оракул моментов тоже красивый мистических моментов давно чешется руки сделать обзор но вот без ютуба не хочу его вскрывать без вас обязательно вместе с вами его пообсуждаем разберем по полочкам на этом все я вас очень люблю вы были на канале Элька Гадалка советуйте мой канал другим зрителям и зрительницам и пишите интересные вопросы каждый вопрос каждый лайк каждый дизлайк очень помогает каналу продвигает я на вас надеюсь всем всего доброго пусть каждый числовой код будет вам на пользу и на радость всем пока пока пока